Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. И поэтому сегодня буду говорить о Духе Святом, как о живой воде. Живая вода, знаете, раньше, ну в сказках, я помню, там была всегда живая вода и мертвая вода, да? И живая вода, она сама за себя говорит, что она несет жизнь, она оживляет. Поэтому Бог хочет оживить нас, Бог хочет оживотворить нас, Бог хочет действительно сделать в нашей жизни что-то удивительное, что может сделать только Бог. Только Бог, потому что этого не может сделать никто. И знаете, когда мы говорим о Духе Святом, мы должны понять, что Дух Святой – это личность, и это Бог. Такой же Бог, как Бог Отец, Иисус и Дух Святой. Скажи на это аминь. Аллилуйя. Я просто с этого начну, чтобы у нас отложилось, что Дух Святой – это такой же Бог, как и Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух Святой. Слава Богу. Смотри, когда Иисус крестился, да, вот первое упоминание о Троице, немножко об этом скажу. «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского, и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидела Иоанн, разверзающийся небеса, и Духа, как голубя, сходящий на Него, и был глаз небес, Ты, Сын, мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Слава Богу. Ты видишь здесь? Кого ты здесь видишь? Ты видишь здесь Иисуса? Ты видишь, что Дух Святой приходит? И ты слышишь, что говорит Отец? Аллилуйя. «И написано, и немедленно после того Дух ведет его в пустыню». Мы знаем, что Иисус, Он был на земле, Он пришел как человек, чтобы спасти человека, и Он был как человек, помазанный Духом Святым. И поэтому Дух Святой был нужен Ему для чего? Для того, чтобы идти и служить. Потому что когда Дух Святой повел его в пустыню, это было время подготовки. Скажи на это аминь. У нас у всех есть время подготовки. И время подготовки, оно очень и очень и очень важное, потому что насколько мы готовы, насколько мы послушны Духу Святому, настолько мы будем двигаться в силе Святого Духа. И вы помните, что когда нам написано, что напоследок Он взалкал, это был сороковой день, сороковой день, это был сороковой день поста. Он не ел и не пил. Как это можно в пустыне, интересно, было выжить, я не знаю. Но написано «напоследок». И напоследок всегда есть определенный экзамен, помните? И приходил, написано, Сатана, и он искушал его. Иисус победил его в этом искушении. Слава Богу! Ты знаешь, потому что Дух Святой дает нам силу побеждать. Дух Святой дает нам силу верить. Дух Святой дает нам здравость, потому что Он наставляет нас на всякую истину. И здесь я не случайно прочитал, потому что когда Дух Святой сошел на Иисуса, Он повел его в пустыню. И написано «после этого и возвратился Иисус в силе Святого Духа». Аллилуйя! Не просто Дух Святой на него сошел. Для чего он сошел? Для чего мы хотим переживать присутствие Божье? Не просто, чтобы переживать ради переживаний, но для того, чтобы мы стали сильными, но не своей силой, а силой Бога. И поэтому Дух Святой дает нам удивительную, сверхъестественную силу. Без этой силы мы ничего не сможем сделать в духовном мире. Мы не сможем победить врага, мы не сможем верить, мы не сможем любить, мы не сможем прощать. Ничего без Духа Святого мы не сможем. Поэтому иногда люди пытаются что-то делать по плоти. Говорят, я не могу простить, я не могу любить, я не могу верить, я не могу... Конечно, ты это не можешь. Если ты не откроешь для себя эту удивительную личность Святого Духа, то без Духа Святого, конечно же, мы этого ничего не сможем делать. Поэтому так важно, так нужно нам знать Святого Духа. И поэтому мы сегодня об этом говорим. Мы говорим об этом. Хочу еще прочитать тебе то, что касается Троицы, чтобы у нас было конкретное и четкое понимание, что Отец Иисус и Дух Святой, они представляют для нас Бога. И это Отец Бог, и Сын Бог, и Дух Святой Бог. Знаешь, это трудно понять, как это так. Они что, три разных? Это, наверное, самая большая загадка от Бога для нас. Но, знаете, в этом я и вижу Бога. Потому что на самом деле познать Бога очень сложно, а порой даже и невозможно его познать. И в Боге всегда будет оставаться какая-то загадка, которую Бог хочет, чтобы мы ее старались разгадать и понять. Смотрите, что еще говорит Слово Божие. Иисус говорил, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и еще как, и Святого Духа. Вот здесь Иисус говорит, Отец, Сын и Святой Дух. Слава Богу! Поэтому мы понимаем, что Бог, Он из трех личностей. Есть Отец, есть Сын и есть Дух Святой, и они все вместе, и это одно. Это трудно понять, как так может быть одно из трех. Ну, вот такой наш Бог. Слава Богу! Он такой интересный, Он такой удивительный, и Он открывается для нас по-разному. Я думаю, что каждая грань Бога, она как бы выражена Его представлением, Его мышление, Его сердце, Его характер, Его поступков. И слава Богу, что сейчас Бог представлен на земле Духом Святым. Слава Богу, скажи! И этот Дух Святой, Он живет в нас. И Он живет в нас не просто, чтобы жить. Знаете, Он просто живет, чтобы жить. Вот, Иисус говорит, для чего ты живешь? Я живу просто, чтобы жить. Нет, Дух Святой живет в нас, чтобы действовать через нас. Слава Богу! У Него есть такая задача, чтобы действовать через нас. Мы об этом сегодня тоже поговорим. Аллилуйя! И последнее место Писания я вам прочитаю, что «три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святой Дух, и эти три суть едино». Видишь, какое хорошее свидетельство. Аллилуйя. Но я хочу прочитать вам, что еще Иисус говорил о Духе Святом. Помните, Он говорил, что «Я умолю Отца и даст вам другого утишителя, да пребудет с вами вовек». Дух Святой не хочет прийти и уйти. И Он не хочет, чтобы ты тоже к Нему пришел и ушел. Написано, Он хочет быть с нами всегда. Скажи «всегда». Хочешь ли ты быть с Ним всегда? Это тоже вопрос интересный. Насколько ты хочешь быть с Ним всегда? Но написано, что Он хочет быть, Он пребудет с нами вовек. То есть Он всегда будет с нами. И у Него интересное название – Он утешитель, Он Дух истины. Да? И есть такие моменты, я часто встречал в жизни людей, когда у них происходили какие-то события. Какие-то, может быть, даже трагические события. Какие-то такие болезненные события. Знаете, очень те события, которые часто ранят человека. И порой мы хотим помочь как-то человеку, как-то его ободрить, как-то утешить. Но, ты знаешь, порой невозможно утешить человека. И вот это удивительно, что Бог так позаботился. Он говорит, что Дух Святой, да, Он начинает говорить с того, что Он тебя утешит. Он тебе поможет, Он тебя успокоит, Он тебя вдохновит. Поэтому, если в твоей жизни происходило что-то болезненное, да, какие-то раны были, какие-то оскорбления, какие-то поражения, что-то то, что тебя держит таким уязвимым, что-то болит в тебе. Понимаешь, Иисус говорит, что Дух Святой, Он поможет тебе. Он поможет, Он утешит тебя. И это зависит, насколько ты хочешь действительно, чтобы Дух Святой, Он утешил тебя. Мы иногда говорим, о, пусть меня кто-то утешит, пусть, да, Бог может через кого-то говорить, Бог может через кого-то тебе помочь. Но самое сильное, это когда Сам Дух Святой тебя утешит. И здесь также Иисус сказал, что Он Дух истины. Вот, знаете, так трудно в этом мире разобраться, где правда, где ложь. Потому что все говорят, одни говорят одно, другие другое. И каждый утверждает, ой, это правда, это правда, это правда. Но ты знаешь, есть только Тот, Который знает всю правду, всю истину. И это Дух истины. Поэтому я верю, что Бог послал для нас самое лучшее, что можно было для нас послать. Помощника, утешителя, наставника Духа истины. Что еще может быть лучше, чтобы мы не потерялись, чтобы мы не заблудились, чтобы мы не ушли в сторону, да, мы не попали в какие-то ереси. Когда есть Дух истины, Он поможет тебе. И это здорово, и этому надо действительно радоваться. Аминь? Радоваться. И вот сегодня я хочу поговорить, что Святой Дух, кто Он, да, я назвал. Но кто Он? У Него есть много названий. Он и ветер, Он и огонь, Он и вода, Он еще там, знаете, много-много чего есть разных сравнений, с которыми сравнивается Святой Дух. Но я сегодня хочу больше поговорить, что Дух Святой – это живая вода. Не знаю, может, потому что человек на 78% из воды, говорит, он состоит. Что без воды нам ни туда и ни сюда, как тоже говорится, да. То есть мы можем больше прожить без еды, но без воды, говорят, три дня человек может прожить. И потом ему очень плохо станет, он может просто умереть от обезваживания. Поэтому очень важно понимать, что Дух Святой, да, он называется очень часто в Библии как вода. Как не просто вода, а живая вода. И вот знаете, почему я говорю об этом? Потому что когда мы читаем о Духе Святом, я заметил, что о Духе Святом чаще всего говорится, что мы не просто Его просим, что мы не просто Ему говорим, а что мы должны Его жаждать. Жаждать, потому что, ну, вода, мы же когда хотим пить, говорят, ой, я жажду, я хочу попить. Поэтому касательно воды, да, мы говорим о жажде, о еде, мы говорим, я хочу есть. И вот Дух Святой, как живая вода, Бог хочет, чтобы мы поняли, что без Него мы сможем прожить максимум три дня. Больше мы не сможем, понимаете? Ну, я так, шучу, конечно, провожу аналогии. Потому что иногда люди забывают про Святого Духа, не заняты собой, не заняты своей проблемой. И они никак не могут понять, что если ты будешь Духом Святым, твои проблемы будут решаться по-другому. Твоя жизнь будет протекать по-другому, все будет происходить по-другому. И вот то, что сказал Иисус, это известное местописание, но я прочитаю его, Иоанна 7 глава, потому что буду возвращаться к этому стиху. И здесь так написано, что в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Знаешь, это был праздник, собралось много людей. Много людей ходило туда-сюда, там было, наверное, шумно. Люди разговаривали, что-то они делали. Но когда написано «возгласил», на самом деле это «закричал». Иисус просто закричал. Он закричал. Для чего Он закричал? Для того, чтобы люди обратили внимание, что Он хочет сказать что-то очень важное. Правда? Когда ты кричишь. Если бы Он хотел сказать просто шепотом, Его бы никто не услышал. Но Он хотел, чтобы они услышали и обратили внимание. Поэтому написано, Он закричал или возгласил. Кто жаждет? Это было первое, что Он сказал. Первое условие. Он говорит, кто жаждет? Если ты не жаждет, и у тебя нет сильного желания, у тебя нет страсти, ты просто не пойдешь к Иисусу. Он говорит, кто жаждет? Второе, Он говорит, иди ко мне. И третье, Он говорит, что? И пей. И пей. Вот опять же вода. Понимаешь, почему пей? Ты не скажешь, и ешь, Духа Святого. Да, Он сказал, и ешь. Нет, Он сказал, и пей. И пей, потому что мы должны наполняться Духом Святым. И дальше Он говорит, кто верует в Меня, у того, как сказано из Писания, из чрева потекут реки воды живой. Вот она, живая вода. Вот Он, Святой Дух, который в нас, и который хочет, что? Через нас двигаться. Через нас действовать. И поэтому Бог говорит, чтобы Он через себя двигался, ты должен им наполняться. Быть наполненным Духом Святым. Да, сейчас я такое слышал в выражении. Быть наполненным Духом Святым. Потому что, когда ты наполненный, тогда у тебя есть, что через тебя будет двигаться Дух Святой. Потому что зависит то, чем ты наполнен. И написано, это сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Видите, Иисус говорил заранее, что должно было происходить. Может, некоторые люди прибежали, я хочу, я хочу, я первый, я первый, дайте мне Духа Святого, я хочу наполниться. Нет, этот момент произошел в день Пятидесятницы. Почему в прошлое воскресенье мы праздновали, да, и говорили о Дне Пятидесятницы, о сошествии, схождении Святого Духа. И поэтому Иисус пророчески говорил, как Дух Святой придет, на кого Он придет. Он говорит, Он придет на тех, которые жаждут. Скажи со мной, которые жаждут. Жаждут. Они кому пойдут? Они пойдут к Нему. И что? И написано, что у Него будет столько Духа Святого, что это будет подобно кому? Подобно реке. Даже не одной реке, а реке живой воды. Поэтому это условие номер один. Какое условие номер один, чтобы Дух Святой действовал в твоей жизни? Скажи мне. Скажи увереннее. Ты как-то говоришь неуверенно. Жаждать. Жаждать – это ключевое условие. Потому что дальше я буду тебе читать местописание, и ты поймешь, что везде говорится о слове жаждать. И слово жаждать напрямую связано с Духом Святым. Понимаешь? Вот ты должен понять и получить в тебе откровение, что если ты хочешь, чтобы Дух Святой был в твоей жизни могущественным, сильным, мощным, Бог говорит, жажди его. Жажди его, жажди его, жажди его, жажди. И поэтому, когда ты жаждешь, ты идешь к Богу. И что? Он наполняет тебя. Потому что Он говорит, это пить, это принимать. Принимать. Ты знаешь слово «принимать»? Мы принимаем жидкость. И поэтому написано в Ефесянах, не упивайтесь чем? Вином. Ты же не ешь вино, ты его пьешь вино. И написано, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Божьим. Исполняйтесь. То есть вы должны как бы видеть такую аналогию, что мы принимаем Дух Святой. Аллилуйя. И ты как напринимался Духа Святого, и ты стал полностью по Духам Святым. Слава Богу. Халлелуйя. Халлелуйя. Поэтому Бог хочет, чтобы в наших сердцах появился вот этот отклик веры. Потому что Иисус говорил то, о чем еще этого не было. Он еще не происходил. Он еще не был прославлен. Но Он говорил, как Дух Святой может прийти в нашу жизнь, когда Он уже прославлен. Слава Богу. Сейчас нету преград. Ты веришь, ты принял Иисуса, и Он хочет, чтобы ты был наполнен силой Святого Духа. Слава Богу. И поэтому в Писании также написано, что разве вы не знаете, что есть суть храма живущего в вас, Святого Духа. Это удивительно. Это удивительно. Это тоже невозможно представить, как это Дух Святой живет во всех нас. Он как-то разделился. Он как-то разошелся по всем нам. Как Он так живет во всех нас? И я помню, Йонгичев в какой-то своей книге писал, что одна женщина тоже не могла понять. Говорит, и вдруг я получил откровение. Посмотри, например, там луна, там была что-то ночью или что-то такое. Может, я не точно помню. Но детали, суть в том, что, говорит, посмотри, луна отражается на воде. Она отражается во всех лужах. То есть ты везде видишь эту луну. Она одна, но она везде. И я верю, что Дух Святой, да, Он один, но Он в нас. Он в нас. Но Бог хочет, чтобы ты жаждал, чтобы Он не просто жил в тебе, а чтобы Он действовал через тебя. Слава Богу! Поэтому Дух Святой пришел, чтобы не просто, знаете, так поселиться, так потихонечку жить в нас и думать, ну, я и живу, и все. Нет, Он пришел в нашу жизнь, чтобы действовать. Слава Богу! Халлелуя! Смотрите, какие есть удивительные места Писаний, которые говорят о Духе Святом. Исаия в 32 главе 15-м схеме написано «Доколе не зальется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом». Видишь, какие удивительные перемены Дух Святой делает в нашей жизни. Я не знаю, каким ты был до уверования во Христа. Я не знаю, как ты выглядел, о чем ты думал, как ты жил. Но, знаешь, Бог обещает, что когда Он приходит в твою жизнь, и Его не было в твоей жизни, это было пустыня. Это было пусто. Там ничего не было от Бога. Там ничего не происходило от Бога. Но когда приходит Бог, Дух Святой в твою жизнь, написано, что ты расцветаешь, что твоя жизнь, она уподобляется саду. И сад начинает расти. То есть все, что делает Бог, Он всегда хочет умножения. Он хочет умножения, потому что дальше написано «Сад не будут считать лесом». А сад не будут считать лесом. То есть сад – это небольшое, может быть, насаждение, но лес – это очень много. И поэтому желание Духа Святого распространяться. Распространяться по всей земле. Распространяться, чтобы верующие в Иисуса Христа становились этим лесом. Там, где они есть, там действует Дух Святой. Слава Богу! Там, где они есть, изменяется духовная атмосфера. Там, где они есть, есть проявление Святого Духа, Его даров, Его плодов. Слава Богу! И этого должно быть больше, 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 больше. И что? И больше. Помните, когда Илья помолился, и не было дождя. Почему не было дождя? Потому что мы знаем, Израиль отступил от Бога. Он ушел от Бога. Он отступил от Бога. И вот понимаете, насколько это все взаимосвязано, что написано «Дух Святой, Он живая вода». Как только они потеряли связь с Богом, то даже в физическом мире не было дождя. Не было дождя. И все стало засыхать. И вы знаете, когда все засыхает, ничего не растет. И это был огромный, огромный кризис. Это был голод. Люди страдали, потому что не было еды, не было воды, не было еды, ничего не росло. И Бог показывает нам такую аналогию. Он говорит, если ты хочешь, чтобы в твоей жизни действительно было процветание, было преуспевание, было развитие, тебе нужен Святой Дух. Потому что без Духа Святого у тебя будет засуха, у тебя будет пустыня. Ничего не будет расти, ничего не будет развиваться, ничего не будет происходить. И поэтому вы помните, как Илья был настроен воинственно, и он понимал, что это идолопоклонство. Это потому что Израиль перестал верить в своего Бога, он стал поклоняться идолам. Помните эту великую битву, когда он победил, когда пришел огонь, когда пришла сила Божия, и они сказали, да, Господь точно наш Бог. И что следующее? Какой был следующий момент, когда они победили силу идолопоклонства? Следующее. Они ожидали дождя. Илья ожидал дождя. И вы знаете, он не просто ожидал дождя, сидел там, насвистывал там что-то, или там в телефоне смотрел, что там происходит, там в Инстаграме выложил, как он убил всех пророков Вала, какие там отклики, лайки, там комментарии пишут. Ну, ты крут, Илья, ты там молодец, ты там всех там пощелкал, пощикал, да, мы с тобой, Илья, там давай, давай, Илья. Нет, он продолжал молиться, потому что он знал, что еще должно что-то произойти. Что должно было произойти? Должен был излиться Святой Дух. Должен был прийти дождь. И видите, как он там молился? Помните, как он молился? Он вообще очень странно молился. Он написанной пошел, там Ахауф есть и пить, а Илья взошел наверх, кормилой, наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими. Какая странная, странная поза, странная молитва. Но он молился. Он молился, друзья. И он не просто молился, он ожидал, что Дух Святой придет. Почему? Была убрана причина греха. Понимаете? Грех должен быть убран, чтобы Дух Святой пришел. И главный был грех, это был грех идолопоклонства. Они ушли от Бога. Они отошли от своего корня, да? И поэтому они засыхали, они умирали. Но когда причина греха была убрана, это знаете, как прототип нас, прототип церкви, когда Иисус взял наши грехи, и Он был прославлен, тогда Дух Святой пришел на эту землю. Слава Богу! И что? 120 человек тоже молились, да? Они тоже молились, они жаждали, они ожидали, что Дух Святой и зальется. Поэтому, знаете, чтобы Дух Святой двигался, да, нужны праведные люди, нужны сильные верующие. Но нужно, чтобы они верили, чтобы они молились, чтобы они жаждались, чтобы они знали, что Дух Святой хочет прийти. Он хочет излиться, Он хочет действовать на этой земле. И поэтому написано, что когда Он молился, Он посылал Своего ученика, и говорит, продолжай это до семи раз. Знаете, мы очень часто сдаемся. Я видел, как многие люди что-то начинали делать, потом они прекращали, начинали верить, они прекращали верить, начинали служить, они прекращали служить, они начинали молиться, они бросали молиться. Но здесь мы видим урок, что ты должен молиться, пока ты не увидишь ответа. И он молился, и он спрашивает, что видно там? Видно? Еще появилось? Да, появилось, но маленькое облачко, да, размером с ладонь. И вы знаете, это уже было показателем, что Он приближается, что Дух Святой приближается, и Он опять же, Он не остановился, Он продолжал молиться, Он продолжал молиться. И дальше написано, что когда Он увидел это движение, Он сказал Ахаву, что будет дождь. И пошел большой дождь. Скажи большой дождь. Дух Святой хочет прийти очень сильно на эту землю. Он хочет, чтобы это был большой дождь, чтобы никто сухой не остался, чтобы мы все были пропитаны славой Божьей, присутствием Божьим, чтобы мы все были наполнены Богом. Аллилуйя! И это также связано с нашей духовной жизнью. Насколько мы наполнены Духом Святым, настолько много силы Божьей в нашей жизни, настолько мы будем двигаться в этой силе, настолько мы будем другими. Но если у нас нет Духа Святого, и мы просто что-то делаем формально, без его участия, это все сухое. Помните, когда Иезекииле Бог привел, показал поле полное сухих костей? Это был прообраз Израиля, который тоже отступил на тот момент от Бога. Вот всякий раз, когда человек отходит от Бога, то есть у него нет... Они религиозно что-то делали, они там, священники, совершали свои обряды и так далее, и так далее. Но в глазах Бога это была просто куча сухих костей. И что сказал тогда Бог Иезекииле? Он сказал, ты должен пророчествовать, ты должен верить, и тогда Дух Святой придет и оживит. Знаешь, в этом есть великая надежда, потому что когда ты видишь, что люди какие-то засохли уже, или они засыхают, или они отошли от Бога, и у них другие интересы, Бог силен их воскресить, Бог силен их посетить своей силою. И вот именно, что весь тот Израиль, который он видел, это было просто полное поле сухих костей. И поэтому, когда в нашей жизни мы просто сами живем, и иногда приходим к Богу, мы такие же сухие кости. У нас нету силы, у нас нету помазания, у нас нету смелости, у нас нету прорыва, у нас нету того, что должно было бы быть в нашей жизни, что делает нас живыми верующими, живой церковью, живым служением. Потому что, когда человек, он сосредоточен на другом, он не сосредоточен на Боге, в него ничего не попадает. Знаете, я иногда говорю, что да, вот можно прийти, так сказать, с ведром и поставить его рядом с колонкой. Я помню, в детстве ходил за водой с двумя ведрами и носил воду домой. Вот. Можно включить даже колонку, но если ведра не будут стоять под этой струей, что? Они будут пустыми. Поэтому, когда люди приходят на собрание, кто-то говорит, о, слава Богу, я получил. Было круто, было сильно. Кто-то сидит рядом, ушел пустым ведром. Почему? Потому что он не был наполнен, он не подставил свое сердце под этот поток, под это движение. Он не жаждал. Да, ты простоял рядом, но ты не попал под этот поток. Поэтому, когда ты приходишь, ты должен молиться, Дух Святой, я хочу соединиться с тобой. Я хочу сосредоточиться на тебе. Я хочу, чтобы твое помазание текло и наполнило меня, чтобы я не ушел пустой. Потому что смысл прийти и уйти пустым. Это почему написано, да, что как медь звенящая. Это пустое ведро, оно звенит. Там ничего нету. Одна пустота, один пустозвон. Но когда оно наполненное, оно уже так не звучит. И поэтому смотрите, что происходило там. И так говорит Господь, Бог, костям этим, вот я введу Дух вас и оживете. Я сейчас говорю конкретно для людей, может быть, которые подзасохли или засохли. Но Бог говорит, что я не считаю, что с вами все закончено. Я не считаю, что все, раз вы засохли, значит, уже никаких шансов для вас нет. Нет, Он говорит, я веду Дух вас и оживете. Это удивительная сила воды, ты понимаешь? Может быть, ничего нету, все пусто, все засыхает, но когда ты начинаешь поливать, вдруг начинает что-то расти, начинает проявляться жизнь, начинается движение. И поэтому Бог говорит, чтобы у нас не было сухого служения, у нас не было сухих молитв, у нас не было сухого поклонения и так далее. Оно все будет сухим, если не будет Святого Духа. И если оно сухое, оно не растет. Вы, наверное, как огородники, на меня некоторые смотрят, огородники, вспоминают свои огороды, дачи. Вы понимаете, что да, особенно когда засуха, когда нет дождя, особенно нужно поливать. Даже если ты посадил самые лучшие сорта помидоров, огурцов, я не знаю, всего там, что ты насадил. Но если ты не будешь поливать, это все засохнет, это все погибнет. И поэтому, даже если ты родился свыше, Бог говорит, тебе нужно быть всегда вместе с Духом Святым, чтобы Его живая вода орошала тебя, поливала тебя, наполняла тебя. И тогда ты будешь расти. И поэтому он говорит, да, если что-то сухое, ну, туда придет Дух Святой, придет Его живительная влага, оно оживет, говорит, и ввиду вас Дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. И я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение. Да, очень похоже, что было в день Пятидесятницы. Помните, был шум. Всегда, когда приходит Дух Святой, я тоже считаю, там шум. Скажи, там есть шум. Вот эти все сухие кости, они вдруг затрещали, зашумели, потому что пошло движение. Когда нет движения Духа Святого, то все спокойно, как на кладбище. Тишина и покой. Только глазки закрой, да? Но когда приходит Дух Святой, начинается шум. Поэтому Пятидесятница или Пятидесятники, они шумные. Потому что в день Пятидесятницы был невероятный шум, там все сбежались посмотреть, что это за шум, что такое здесь происходит. И здесь мы видим то же самое. Здесь происходит шум. Почему? Есть движение Святого Духа. Халлелуя! Смотрите, что еще написано. «Ибо я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее, и залью Дух мой на племя Твое и благословение Мое на потомках Твоих». Я вот хотел бы обратить внимание, что Он говорит, я не просто изолью на всех, а Он говорит, я изолью на кого? На жаждущее. На жаждущее. Видишь, когда мы читаем о Духе Святом, нам снова и снова как бы напоминание, куда Дух Святой приходит, куда Дух Святой изливается, на каких людей Он хочет прийти и сломает. Смотрите,